Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. По моим наблюдениям, каждый человек, который хотя бы один раз приготовил колбасу, подсаживается на это дело полурочно и бесповоротно. Довольно быстро он понимает, что набивать колбасу мясорубкой не очень удобно и тратится на колбасный шприц, затем идет черед суида, затем готовит камеру для копчения с регулировкой температуры, заканчивается изготовлением камеры для сыровяла. Более приятной стороной этого увлечения является поедание, безусловно, самых разных классных домашних деликатесов, с одной стороны, а с другой стороны решение проблемы с подарками для многочисленных знакомых и родственников. Поэтому смотрите этот ролик с опаской и не заметите, как вас затянет это болото с концами. Сегодня хочу приготовить колбасу Сервелат вареный копченый высшего сорта по ГОСТу 1986 года. Отличный был год, между прочим. Я учился в 10-м апостолном классе, был полон радужных ожиданий о будущем. Кстати, даже не думал, что меня занесет в конце концов в Испанию. Короче, приступим. Все пропорции, как всегда, в конце ролика. Здесь у меня вчера нарезанные и подмороженные до температуры минус 3-1 градус по Цельсию сырье. Все это надо пропустить через мясорубку. Диаметр ножей для жирного сырья и грудинки 10 мм, для нежирного, для кусочков говядины 3 мм. Диаметр ножей для жирного сырья. А сейчас вносим соль, пряности и перемешиваем. Для приготовления колбасы очень важно знать, насколько хорошее сырье у вас. Вернее, не так. Знать, насколько характеристики сырья подходят для колбасы. Во время тепловой обработки мясо теряет влагу. Способность мяса выдерживать эту влагу зависит от параметра PH в мясе. У парного мяса он идеален. После забой в течение 4 часов, по мере роста накопления в мышцах молочной кислоты, фосфаты разрушаются в мясе и этот уровень падает. Все вымешалось. Отлично. Чтобы вернуть мясо уровень PH парного, в него и добавляют пищевые фосфаты. Взамен разрушившиеся. Я пока делаю практически слепую, но уже старательно выбираю наиболее прибор, который позволяет быстро померить уровень PH. Тогда сразу станет ясно, надо их добавлять или нет. Ну, фосфаты. Так. Набивать буду коллагеновую оболочку. Она у меня уже полчаса замоченная в подсоленной воде лежит. Да, очень важный момент не сказал вначале. От начала пропускания мяса через мясорубку до окончания момента набивки и обвязки колбас температура сырья не должна превысить 12 градусов. Иначе вы рискуете при тепловой обработке получить бульонный отек. К слову сказать, по ГОСТу сырье для вареной копченой колбасы может подготавливаться двумя методами. Один, как сейчас вы увидели. Второй, применять предпосол. То есть мясо нарезается довольно крупными кусками, добавляется соль, вымешивается все и оставляется на 2-4 суток. Затем уже измельчается, добавляются пряности, вымешивается, добавляется сало и набиваются колбасы. Предварительный посол позволяет несколько выровнять уровень PH, подогнать его к оптимальному. То есть снизить необходимость применения фосфата. Ну, для исключения брака в любом случае надо бы использовать PH-метр. А у меня его пока нет, поэтому я фосфаты добавляю. Теперь обвязка колбас. К слову сказать, когда некоторые особо озабоченные правильным питанием граждане шарахаются от страшной химии в колбасе, а затем идут трескать бутерброды с плавленым сыром, а там фосфатов раз в 10 больше, или радостно трескают свой борщ, в котором количество нитрозаминов зашкаливает, никакая химическая колбаса не сравнится с борщом по их содержанию. Это смешно. Отлично. Колбаса обвязана, и сейчас я ее отправляю на осадку. Она должна проходить при температуре от 2 градусов до 8. При промежутке температурным от 2 до 4 процесс займет четверо суток, при температуре от 4 до 8 сутки двое. Ждем. Процесс осадки завершили, теперь начинаем термическую обработку. Он стандартный для всех колбас, изготавливаем их по этому ГОСТу. Либо трехступенчатый, сначала первичное копчение, затем варка паром, затем вторичное копчение, либо двухступенчатый, сначала варка паром, затем копчение. Понятно, что температура и время копчения для первого и второго способа отличаются. Я буду пользоваться первым способом. Он позволяет и внешний вид более яркий получить, поверхность будет более яркая, и вкус мне больше нравится. Коптить буду в самодельной камере. Ссылка на ее изготовление повешу, если не забуду. Для такой камеры вот этот дымогенератор оптимален, для камеры такого размера. Активно идет слишком много дыма, и продукт получается после копчения активным дымогенератором в маленьком объеме, так, как будто он с лыжной мазью. Вы пользуясь лыжной мазью когда-нибудь в кулинарных целях? Копчение будет проходить в течение двух часов, потому что оболочка у меня самого большого из запустимых по этому госту диаметров. Если у вас меньше, те же самые 45 миллиметров, то хватит и одного часа. Температура копчения 75 градусов, плюс-минус 5. Установлена температура. А это сейчас поднимется. Ждем. Сейчас сварка колбасы в духовке паром. Температура 74, плюс-минус 1. В ротинском витком конвекция готова будет по достижении в центре батона температурой 71 градус, плюс-минус 2. Затем вывешиваем на охлаждение при комнатной температуре в течение 5-7 часов. Ну, согласитесь, что она прекрасна. Смотрите, какая яркая, какая упругая. Хвостики уже хрустят, такие подсохшие. Жалко, что Ютуб пока ароматов не передает, потому что аромат копчения яркий и ненавязчивый. Чудо! Пусть остывает. Колбаса остыла, ночь наступила, самое время начать завершающий процесс копчения. Он будет проходить сутки при температуре 42 градуса, плюс-минус 3. Ну, или можно коптить двое суток при температуре 33, плюс-минус 2. После завершения процесса копчения ее нужно будет просушить. Трое семеро суток при 11 градусах температуры, после чего можно есть. Ждем. Долгожданный момент пробы режем. Вот эту вот штучку замечательную. Смотрите, какой красивый, а? Обалденный сервелат. Обалденный. Конечно, видите, есть такие крупноватые кусочки сала, есть мелковатые. Это потому, что все-таки мясорубка – это не волчок. На нем не получается, по крайней мере, у меня равномерно нарезать сало. Может быть, если вручную его нарезать, то было бы проще, но мне вручную лень было заниматься для этой колбасы. По запаху это классный сервелат. Обалденный. Очень тонкий запах. И запах копчения присутствует, но он деликатный. Вот не такой, как вот, нет перекопченного аромата. Прям супер. И по вкусу прекрасно. Плотная, насыщенная. Прям колбаса из того старого времени. Вот ГОСТы, еще советские ГОСТы, очень выверены, очень классные. Кстати, вот этот 86-й ГОСТ, он же очень незначительно видоизменен с тех рецептур, которые были еще до появления ГОСТов. То есть, эта колбаса очень похожа по рецептуре. Там отличие только в старой была селитра использовалась, а здесь нитрит натрия. По рецептуре, который в альбоме Конникова прописан. Прям суперская колбаса. Прям классика. Не убавить, не прибавить. Готовить по этому рецепту можно и нужно. Прям замечательно. Смело могу бы рекомендовать. Резал я, кстати, увидели, да, на доске. Подарок от подписчика. Огромное спасибо Виктору. Респект, тебе уважуха. Это Венге. Суперская доска приехала ко мне в Испанию из Новосибирской области. Я ссылочку на инстаграм подписчика. Он мастер по таким доскам. Клееным, торцевым. Это из Венге. Ссылочку на его инстаграм. Под описанием ролика укажу. Еще раз огромное спасибо. Напоминаю, по промокоду Фреска вы можете получить скидки на Ножи Самура. Видите, вот такие суперские пленки. Огромное спасибо за компанию. Вливайтесь в ряды колбасоделов. Обеспечите всех родственников, родных, знакомых, друзей. И, может, даже бизнес себе устроите по приготовлению колбас в домашних условиях. Это супер, это качество. Огромное спасибо за компанию. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин